В Центр помощи при ДТП в Химгах с пакетом документов обратился автолюбитель, член общественной палаты Руслан Шаипов. Его семье пришло сразу несколько штрафов. Все они были оплачены. Теперь Руслан Шаипов пришел в офис, чтобы вернуть деньги обратно. Тем более, что сделать теперь это стало совсем просто. Это оценили и другие автомобилисты, которых оштрафовали на спорной территории на перекрестке улиц Марии Рубцовой и 9 мая. Начиная с прошлой недели, сюда активно обращаются жители Химок и ближайших городских округов. Не ожидал документов. Сама процедура быстрая. Девушка, которая принимала их, сверила, посмотрела комплектность, необходимые документы в комплекте и приняла. Ежедневно в Центр обращаются до полусотни человек. Открытие пунктов в Химках теперь значительно экономит время людям. Ранее автолюбители должны были отправлять документы по почте с заказным письмом или ехать в Денцово в Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области. Но даже и это существенно упрощало процесс. Ведь, чтобы вернуть деньги, оштрафованным водителям не нужно было обращаться в суд. Теперь же процедура стала еще проще. Беспрецедентного решения удалось добиться благодаря взаимодействию рабочей группы администрации, сотрудниками правоохранительных органов, жителями и членами общественных организаций. Администрация предложила подключиться к решению данного вопроса в части принятия документов от граждан. Поэтому мы, конечно, активно подключились, предложили свою помощь. Наши операторы вместе с сотрудниками ГИБДД, которые дежурят в нашем стационарном пункте ежедневно с 8 утра до 8 вечера, осуществляем прием заявлений, пакетов документов. Помимо Центра помощи при ДТП на улице Молодежной, 10, заявления также принимают в отделе ГИБДД на улице Лавочкина, 12А. Весь пакет документов проверяют полицейские и сотрудники общественной организации. Весь перечень документов, точные адреса, режим работы и другие подробности можно узнать в телеграм-канале группы «Официально развязка Химки помощь штрафы». В случае возникновения вопросов обратиться можно на электронную почту.